здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на понедельник 30 января начало недели конец месяца и вот такие новости все-таки над хим за хави был уволен с поста председателя партии тори после того как расследование советника премьер-министра по этике показала что он не раскрыл что и чем рси расследует его налоговые дела то есть он утаил эту информацию кроме налогов премьер-министр сказал что расследование сэра лори магнуса ясно дало понять что имело место серьезное нарушение министерского кодекса решит сумок попросил провести расследование после того как господин за хави признался что заплатил и чем рси компенсацию включая штраф напомню сумма была около пяти миллионов фунтов сэр лори сказал что депутат упустил много шансов открыто заявить о своих о своем налоге и о своих долгах перед государством в своем докладе для господина сунека он написал поведение господина за хави в качестве министра упала ниже высоких стандартов которые как премьер-министр вы справедливы ожидаете от тех кто служит в вашем правительстве ну а газета independent как обычно отреагировала хорошей карикатурой на эту ситуацию но в карикатуре для сунека ничего хорошего в будущем не светит судя по отражению в зеркале которое там нарисовано ну а теперь к последней нашумевшие теме по поводу трансгендеров разных тюрьмах правительство шотландии делает паузу в отношении заключенных трансгендеров с историей насилия в отношении женщин которые помещены женские тюрьмы объявил министр юстиции кит браун он сказал что также будет проведен срочный пересмотр дела транс женщины которая осуждена за изнасилование двух других женщин еще до смены своего пола был общественный резонанс естественно когда айла брайнсон была первоначально помещена в женскую тюрьму корн корнтон вейл позже она была переведена в мужскую тюрьму а еще большее беспокойство у публики вызвало дело тиффани скотт ранее известный как мужчина по имени эндрю бернс у которой тоже было одобрено заявление о переводе в женскую тюрьму она имеет историю насилия то есть она осуждена за насилие отбывает пожизненный срок и это означает что она будет освобождена только тогда когда она больше не будет считаться риском для общественной безопасности критики утверждают что уязвимые женщины заключенные многие из которых являются жертвами мужского насилия подвергаются риску из-за такого соседства когда к ним подсаживают вот этих новоявленных женщин министр юстиции кит браун заявил что срочный обзор извлеченных уроков по делу брайнсона будет завершен к этой пятнице до тех пор пока это дело не закончится господин браун сказал ни один трансгендер который уже находится под стражей с историей насилия в отношении женщин не будет переведен из мужского в женскую тюрьму ни одна недавно осужденная или заключенная под стражу трансгендерная заключенная с какой-либо истории насилия в отношении женщин включая сексуальное преступление не будет помещена женскую тюрьму по его По словам, любые исключительные случаи потребуют одобрения шотландских министров. НИЧЕС НИЧЕС сталкивается с тревожным массовым увольнением врачей и врачей-стоматологов. Об этом заявили руководители здравоохранения. Поскольку отчет показывает, что четверо из десяти, скорее всего, уйдут со своей работы из-за невыносимого давления. Интенсивные рабочие нагрузки, быстрорастущий спрос на неотложную медицинскую помощь и рекордно высокое отставание в операциях, вот эти вот задержки, вызывают выгорание у врачей и истощение нервное, а также напряженные отношения между не только коллегами-медиками, но и между медиками и пациентами. И все это стало известно согласно докладу Союза медицинской защиты, которая оказывает юридическую поддержку около 200 тысячам врачей-стоматологов и других медицинских работников в Великобритании. В вопросе, в котором приняли участие более 800 врачей и стоматологов по всей Великобритании, проведенном в течение предыдущего месяца и просмотренным газетой Guardian, 40% врачей и стоматологов согласились или полностью согласились с тем, что они, скорее всего, уйдут с работы, то есть уволятся или выйдут на пенсию в течение ближайших пяти лет. И это будет как прямой результат давления на рабочем месте. Медицинские лидеры назвали этот доклад глубоко тревожным. Только в Англии уже есть 133 тысячи вакансий в НХС. Теперь информация для любителей ходить в бассейны. Почти треть из 500 общественных бассейнов в Уэльсе могут закрыться из-за высоких счетов за электроэнергию. Об этом предупредил глава руководящего органа плавания. Фергус Финни из Swim Wells сказал, что многие бассейны нуждаются в срочной финансовой помощи от правительства Уэльса и они будут включены в схему энергетических скидок в Великобритании, скорее всего. Он и некоммерческий оператор Freedom Leisure заявили, что бассейны должны быть квалифицированы как интенсивные потребители энергии. Правительство Великобритании Уэльса заявило, что они оказывают значительную поддержку именно бассейнам. А сейчас информация для тех, кто любит заниматься шоппингом в больших магазинах. В магазине Харатс мужчина получил ножевое ранение во время драки. Об этом сообщила полиция. Офицеры были вызваны в полвосьмого по Гринвичу в субботу в универмаг на Бромтон-Роуд в Найсбридж. И обнаружили 29-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Он был доставлен в больницу. Его состояние описано как неугрожающее жизни. И в любом случае ситуация получилась такая, что он увидел человека, который пытался украсть часы в разделе Луи Виттон в магазине. Он пытался остановить этого человека, завязалась драка и он получил несколько ножевых ранений. Никаких арестов в любом случае не было произведено. Полиция призывает свидетелей сообщить все, что они видели по телефону 999. Гвинет Пелтроу закрыла британский филиал своей франшизы Goop Lifestyle Store после потери примерно полутора миллионов фунтов дохода в результате глобальной пандемии. Оздоровительный бренд, известный своими необычными продуктами, такими как психический вампирный реплентный спрей, сексуальная пыль, пресловутая ароматическая свеча для влагалища, был первоначально запущен Пелтроу в 2008 году в качестве еженедельного информационного бюллетеня. С тех пор он превратился во всемирно признанный бренд. И 50-летняя голливудская звезда открыла свой первый британский магазин в богатом районе Лондона Ноттинг-Хилл в 2019 году. Но магазин пришлось все-таки закрыть, поскольку пандемия коронавируса охватила Великобританию в марте 2020 года. И получился локдаун. И, соответственно, теперь магазин не работает. Он до сих пор открыт, неся существенную потерю доходов в этом процессе. Пелтроу, как известно, выставила в продажу свечу для влагалища за 75 долларов. И также у нее были все вот эти забавные названия с запахом оргазма или с запахом ее вагины и так далее. Но она рассказала, что это первоначально начиналось как шутка, но потом народу понравилось. Они начали покупать продукты с таким названием. Но теперь она теряет деньги и закрывает свой магазин. Дела королевские. Сообщается, что группа Spice Girls собирается воссоединиться для того, чтобы посетить коронацию короля Чарльза 3 в мае. Ходят слухи, что поп-дивы, в том числе Виктория Бекхэм, выйдут на сцену в полном составе, то есть в пятером в рамках огромного королевского концерта на фоне эпического трехдневного празднования, которое нас ждет. Говорят, что королевские организаторы очень заинтересованы в том, чтобы привлечь женскую группу в качестве звездного знака для концерта. Причем известно, что девушки встречались с Чарльзом уже несколько раз на протяжении всей своей карьеры. Но сейчас бы я их назвал не Spice Girls, а Old Spice. Это название им больше подходит. Одна из самых популярных игрушек на планете – это развлечение для интеллектуалов. Головоломка, которая изменила судьбы многих людей, она была изобретена 49 лет назад. Вы знаете ее под названием Кубик Рубика. Так вот, каждый год проводятся чемпионаты мира по скоростной сборке, а в самом Кубике пишут книги, снимают фильмы, а шпионы его используют как специальный знак. Есть несколько миллиардов комбинаций, но только одно верное решение. И для многих Кубик Рубика – это не просто игра, но и соревновательный вид спорта. Сотня поклонников этой головоломки приехали в Глазго на трехдневное соревнование и соревновались друг с другом в попытке собрать головоломку на скорость и друг против друга. Этот Кубик переживает что-то вроде ренессанса, повторное рождение такое. Именно получилось так из-за того, что во время пандемии ковид его начали скупать, чтобы хоть чем-то заниматься дома. Некоторые участники, которые были в Глазгое, могут собрать этот Кубик практически молниеносно. Это менее чем 10 секунд, как вы видели на видео, там за 6 секунд собирают этот Кубик. Это, конечно, большие рекорды. Напишите, пожалуйста, в комментариях про свой опыт знакомства с Кубиком Рубика. Я с ним познакомился где-то в четвертом классе. Ну, а сейчас мы переходим к прогнозу погоды с Игорем Павловым. Всем доброго утра и хорошего дня. Понедельник день чудесный. Утром местами даже облаков не будет видно. Особенно в Дувере, Питербурге и Норвиче. И всей северной части Англии и всей Шотландии. В Лондоне и южном побережье солнце выгнет, но постепенно все затянет переменной облачностью. После обеда погода останется такая же ясная и приятная на всей территории Великобритании. Вечером на Шотландию придет со стороны северного полюса дождь. Там тают ледники и снега самим им мало. Температура поднимется до 8 градусов. И такая температура постоит во всех городах. У вас бывает, что вам кажется, что весь мир настроен против тебя. В такие моменты помните, что даже самолет взлетает против ветра. Всем отличного начала недели и хорошего настроения. Спасибо, Игорь. Да, я тоже хочу пожелать вам прекрасной недели, хорошего настроения, побольше улыбок, а главное хорошей погоды. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл. Увидимся с вами в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok